Здравствуйте, с вами канал Вкусный Огород Барнаул. Огородный сезон закончен, конец октября, за окном очень прохладная погода, сильнейший ветер, чувствуется дыхание зимы. И сейчас самое время подвести итоги ушедшего сезона. И разговор на этот раз пойдет о тыкве. Тыква замечательная культура, очень ее люблю, каждый сезон выращиваю. И вот посмотрим, как тыква себя показала именно в этом году. Тыкву в этом сезоне убирали 21 сентября. Обычно уборка тыквы делается после того, как листья убивают первые заморозки. Но если этого не происходит, осень теплая, как в этот раз получилось, то тыкву убираем в конце сентября. Выращивав всего 4 растения тыквы, 3 сорта. Это волжская, мраморная и крошка. Причем крошка – два растения, одно из своих семян, одно из магазинных семян. Тыква была посеяна сухими семенами. Во второй половине мая сразу вот на эту грядку. Места ей выделено, видно, довольно много. Из ухода были только проповки, рыхления на первом этапе. Потом тыква сама стала оказывать сопротивление сорнякам. И ее только иногда поливал. Грядка с тыквой была окружена буртиками. И полив делал наполнением всей вот этой плантации, где растет тыква. Вот, собственно, и весь уход. Формирование тыквы не делал, только отрезал плети, которые выходили за территорию отведенную тыкве. И вот тыква убрана. Первым делом хочу отметить, что вот эти вот оранжевые плоды, они выросли, к сожалению, вне плана. Такого сорта тыквы не было. И они выросли из сорта крошка, из моих собственных семян. Это было, видимо, переопыление. И вот оранжевая тыква, судя по всему, выросла именно из этих семян. Вот почему сложно выращивать и сохранить несколько сортов тыквы на своем огороде. И при этом заготовить семена. Потому что частенько происходит переопыление. Эта тыква, конечно, тоже съедобная. Она очень похожа на тыкву цукат. Ну, что же делать? Я ее все-таки не планировал к выращиванию. Вот это тыква серая, волжская. Пробую ее впервые. По совету друзей-огородников, очень хорошая тыква дала вот несколько плодов. Она по цвету и по форме очень похожа на тыкву крошка, только в несколько раз крупнее. Эту тыкву даже еще не пробовал на сегодняшний день. А вот это тыква крошка. Крошка почему-то выросла не очень хорошо. Всего вот два плодика у нее образовалось. Ну, а третий какой-то оранжевый непонятно. Так что с крошкой вопрос открытый. Может быть, часть крошки выросла крупнее, и она практически неотличима от волжской. Но это когда разрежем, попробуем на вкус, тогда определим. В целом, вот с этими сортами такая ситуация. И последний сорт тыквы, это тыква мраморная. Она преподнесла больше всех сюрпризов. Вот такая выросла тыковка. Всего три плода. Два очень крупных, за 10 килограмм. Вот этот плод, оставшийся, он не самый крупный. Перед этим один самый крупный плод я подарил друзьям, потому что мне столько не нужно, и они его забрали. И вот это оставшаяся тыква. Кроме того, друзьям я отдал самую крупную волжскую тыкву и самую крупную оранжевую. То есть, три тыквы из всего урожая уже отдано. И осталось еще 18 штук тыкв. Вот если все посчитать, получается 18. Это и мелкие, и крупные. Полностью урожай 18 плодов. Это снято с четырех растений тыквы. На мой взгляд, урожай неплохой. Причем, напомню, никакого формирования тыкви я не делал. И вот тыковка собрана, осмотрена. Все плоды целенькие, бракованных нет. Поэтому вся эта тыква пойдет на хранение. А потом уже будем ее частично использовать, частично поделимся с друзьями и родственниками. После некоторых размышлений, хотя, может быть, это и не очень хорошо, но все-таки, поскольку плоды грязные, тыкву первым делом помыл. Аккуратненько, щеточкой смыл всю грязь с нее и тщательнейшим образом снова подсушил на солнышке. Благо, погода в этот день стояла очень хорошая. И ветерок был, и солнышко припекало. И тыква просохла очень хорошо. После этого тыква была переправлена в квартиру. Хранится она прямо в комнате. Вот, например, самые красивые тыквы я поставил даже на видное место. На мой взгляд, тыква ничуть не портит интерьер квартиры, наоборот, даже украшает. Теперь тыкву будем постепенно расходовать. И, надеюсь, она будет радовать нас своими вкусными плодами вплоть до весны. Какой можно подвести итог? Тыква в этом сезоне выросла неплохая. Один только минус, что был пересорт вот с оранжевой тыквой. Да и крошки выросло маловато. В остальном тыква получилась неплохая, за что ей большое спасибо. И в конце пожелаю огородникам не забывать про тыкву, выращивать ее. Получайте хорошее урожай. Тыква замечательная культура. Она и очень вкусная, и полезная, и выращивать ее несложно, и хранится хорошо. Так что не забывайте про тыкву. Всем хороших урожаев, крепкого здоровья, всего самого доброго. До свидания.